В эфире телеканала 24KZ деловая программа ресурсы в студии Эльвира Найманбаева. Здравствуйте. Эксперты на рынке золота в 2016 году видят одно направление вниз. Лучшие аналитики-прогнозисты предрекают снижение цен на этот металл, сообщает агентство Bloomberg. Управляющие хедж-фондов согласились с оценкой, увеличив объем чистых коротких позиций по золоту до исторического максимума. Напомню, 16 декабря Федеральная резервная система впервые почти за десятилетия подняла процентные ставки, вызвав резкие колебания золота и разогнав 30-дневную волатильность до самого высокого уровня за полтора месяца. Золото — это эмоциональный товар, который зависит от того, что думает толпа. Предсказать человеческие эмоции очень трудно. Есть уверенность лишь в том, что время от времени они меняются. Лично я к золоту не стал бы притрагиваться. Думаю, что дно еще далеко, считает аналитик Брайан Бариш, чья компания управляет активами примерно на 14 миллиардов долларов. После десятилетнего роста, разогнавшего котировки золота в 2011-м, до исторического пика, драгметал завершает третий год с потерями. С окончанием денежно-кредитного стимулирования экономики в США и при сохранении низкой инфляции инвесторы не видят причин оставаться в золоте и выходят из соответствующих биржевых фондов. Повышение ставок приводит к укреплению доллара и уменьшает привлекательность золота как защитного актива. После решения ФРС фьючерсы на золото подешевели на нью-йоркской бирже COMEX на один процент до 1065 долларов за тройскую унцию. Фондовый индекс Philadelphia Stocks Exchange Gold & Silver, в который входят 30 компаний, снизился на 6,1% и приблизился к минимуму с 2000-го. В 2015-м цены на золото по предварительным подсчетам снизились примерно на 8%, в среднем с 1266 долларов до 1160 долларов за унцию. Большинство крупных международных банков ожидают, что первый квартал будет для золота самым слабым в 2016-м. Цена на него может опуститься до 900 долларов за унцию. При этом второе полугодие, по их мнению, является временем, когда начнется восстановление цен на этот драгметалл. Так, французский банк Societet General ожидает, что в следующем году средняя стоимость золота составит примерно 1000 долларов за унцию, но в течение года прогнозируют ее снижение ниже этого уровня. Мы ожидаем, что цена на золото составит в среднем 1100 долларов за унцию в четвертом квартале текущего года, и ослабление цены продолжится в последующие кварталы. Цена на золото в четвертом квартале 2016 года составит в среднем 955 долларов за унцию, отмечают аналитики банка. Его эксперты считают, что ослабление макроэкономического фона будет основным отрицательным фактором. К тому же, монетарная политика США и укрепление доллара будут вызывать стабильное снижение цены в ближайшие годы. Датский банк ABN AMRA прогнозирует, что в начале золото ожидает падения ниже 1000 долларов за унцию, но надеется на рост к середине 2017-го. Мы считаем, что инвесторы продолжат избавляться от своих позиций в ближайшие месяцы, и новые минимумы цен будут достигнуты к концу первого квартала 2016 года. Слабые темпы повышения ставок в США не учтены рынками. Рост доходности по государственным облигациям США станет толчком к уровням 900 долларов за унцию и даже ниже. При этом снижение предложения золота, а также здоровый спрос на ювелирные изделия обеспечат поддержку металлу в 2017 году, полагают эксперты ABN AMRA. Американские инвестиционные банки Goldman Sachs и JP Morgan также не видят предпосылок для восстановления цен на золото в 2016-м. Первый подтверждает свой прогноз – 1000 долларов за унцию, прогноз банка JP Morgan – 1100 долларов за унцию. Британский банк HSBC ожидает колебания цен от 1025 долларов за унцию в следующем году. При этом средняя цена по итогам 2016-го будет 1205 долларов за унцию. Банк отмечает, что факторы, которые поднимут цены на золото, включают высокий спрос на развивающихся рынках, снижение укрепления евро против доллара, а также возобновление притока в биржевой фонд ETF. Немецкий коммерцбанк ожидает в 2016-м году среднюю стоимость золота – 1150 долларов за унцию. Банк, наоборот, предсказывает дальнейший выход инвесторов из ETF-фондов. На сегодня все. Напомню, что наши выпуски доступны на официальном сайте 24.kz. Благодарю за внимание. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи.